Всем привет! Вы на канале Сергея Гончаренко и в сегодняшнем видеоролике я назову топ 5 причин, почему не стоит покупать Poco X3 Pro. И здесь вы скажете, что это ведь хороший смартфон, топовый, хайповый, лучший, популярный, хит продаж, лидер продаж, топ за свои деньги. И ни один производитель не предлагает ничего лучше за эти деньги. И это флагман для народа. В общем, очень много у него титулов. И отчасти вы, конечно же, будете правы, но только отчасти, так как любой смартфон или любая вещь не может быть заведомо идеальной. У каждого есть свои минусы и свои недостатки. И как раз Poco X3 Pro этому не исключение. У него есть свои минусы, недостатки и есть вот эти вот как раз 5 причин, почему не стоит его покупать. Так вот, если вдруг вы надумали покупать этот смартфон, данный видеоролик вам может быть интересен и полезен. После просмотра и после того, как вы узнаете эти все 5 причин, вы сможете определиться, стоит ли вам его покупать или нет. Может быть, как раз для вас эти причины будут незначимы и никакой роли не будут играть. И вы, наоборот, еще больше захотите его купить. Поэтому, если вдруг, да, действительно хотите или рассматривайте его к покупке, усаживайтесь поудобнее. Мы смотрим на топ 5 причин, почему не стоит покупать Poco X3 Pro. И прежде чем мы начнем, хочу сказать, что это будет чисто мое субъективное мнение и оно может отличаться от вашего. И в действительности, если так и будет, то ваше мнение я жду в комментарии под этим видеороликом. Ну вот теперь можем начинать. И первая причина, почему не стоит покупать Poco X3 Pro, это его железо, а точнее нагрев и троттлинг. Почему так получается? Да просто потому, что в смартфон установили флагманский процессор Snapdragon 860. И не обращайте внимания, по некоторым приложениям он определяется еще как 855+. Это все верно, так как это очень схожие процессоры. Они практически идентичны. Это 8-ядерный процессор, изготовлен по 7-нанометровому техпроцессу и работает в паре он с графическим ускорителем Adreno 640. Но здесь есть минус. Минус состоит в том, что здесь непродуманная система охлаждения. По множеству данных в сети, здесь охлаждение осталось еще со времен Poco X3 NFC. Но здесь то процессор среднего сегмента и он не такой производительный и не такой горячий. А процессор Snapdragon 855+, или 860, это более производительный и естественно процессор значительно больше нагревается. И получается у нас либо троттлинг, либо перегрев. Ну первый случай это троттлинг, когда смартфон не успевает сильно перегреться. Он просто-напросто сбрасывает частоты и троттлит. Соответственно производительность получается опускается до минимальных значений 118 гипс. А если посмотреть для примера на Poco X3 NFC, то здесь ровный график троттлинг теста. Практически нет троттлинга и минимальный гипс, минимальная производительность 125. Соответственно получается что? Что Poco X3 NFC может быть более производительным, нежели Poco X3 Pro. Это плохо, так как при тяжелых длительных задачах может так и получиться. Соответственно смысла в таком производительном железе нет. И также возможно еще второй вариант. В смартфоне присутствует стандартное приложение ускорения игр. Он еще называется иногда как Game Turbo. И здесь можно добавлять приложения или игры, которые будут давать максимальный прирост, максимальную производительность. И тот же CPU троттлинг тест мы проводим с помощью этого приложения и видим, что троттлинг значительно меньше. Здесь нет желтых и красных зон, он практически зеленый, составляет всего на всего 85% и минимальный гипс 180. Что соответственно составляет более чем Poco X3 NFC, где максимальный 148 гипс. Конечно же этот вариант более приемлем для повседневного использования, но здесь есть минус, который состоит в том, что смартфон при этом перегревается. Он нагревается до 41 градуса, в некоторых случаях и до 44 градусов. А это плохо, плохо это для смартфона, для комплектующих и особенно для батареи. К примеру батарея не любит нагрев свыше 40 градусов. После нагрева выше 40 градусов батарея начинает деградировать. И в этой ситуации ни в коем случае не устанавливайте дополнительно еще смартфон на зарядку. Вы будете еще больше его разогревать, больше разогревать батарею и естественно она будет еще больше деградировать. И эти все тесты проводились при комнатной температуре 22-23 градуса весной. Что же будет летом, когда температура будет ночью 28-29 градусов, а днем и 30-35 градусов? Смартфон наверное будет еще больше перегреваться или еще больше троттлинг. Соответственно перед пользователем остается делать выбор, либо же максимальная производительность и перегрев, либо же слабая производительность и троттлинг. Вторая причина почему не стоит покупать этот смартфон это комбинированный лоток. В этом смартфоне используется комбо лоток, в который можно установить одновременно либо же две сим-карты, либо только сим-карту и карту памяти microSD. То есть одновременно две сим-карты и карту памяти установить вы не сможете. Да, конечно же, справедливости ради я скажу, что смартфон продается в двух версиях. Это 6-128 и 8-256. Те, кому мало 128 гигабайт постоянной памяти, есть 256. И да, я конечно же в курсе и знаю, что здесь используется быстрая скоростная память и никакая карта памяти на данный момент не заменит ее. Но все же дешевле и проще было установить старую карту памяти, которой вы уже пользовались на 128 или на 256 гигабайт, нежели доплачивать дополнительно еще 65 долларов за старшую версию по памяти в 256 гигабайт. И те, у кого много места занимает фотографии, видео, фильмы, музыка, аудиокниги, как раз карты памяти для этих типов файлов было бы просто достаточно. Так как в большинстве случаев это съемка, хранение и воспроизведение. Здесь больших скоростей не нужно. И да, хочу обратить ваше внимание, может кто пользуется облачными хранилищами или тем же Google Фото, где очень много хранится фотографий и видео, практически в безлимитном доступе, то хочу вам напомнить, что в ближайшие два месяца оно перестанет быть безлимитным. И вот как раз здесь лишний объем памяти однозначно был бы хорошим вариантом накопителя. Третья причина, почему не стоит покупать Poco X3 Pro, это его камеры. Так как на камерах здесь очень сильно сэкономили. Здесь установили старые модули, даже хуже, нежели в предыдущей версии Poco X3 NFC. А я напоминаю, что это Pro-версия, усовершенствованная версия. Но получилось так, что она усовершенствованная по железу и то под вопросом, как вы видели в первом пункте. И еще плюс ко всему установили хуже камеры. Хуже по разрешению, хуже по детализации, по резкости, практически по всем параметрам. Они хуже, нежели в предыдущей модели Poco X3 NFC. А на сейчас Poco X3 NFC стоит еще и дешевле. И вот интересный вопрос, почему же это все-таки Pro-версия? Так как она практически ничем не лучше. Лучше только призрачная и лучше только на бумаге. И зачем тогда переплачивать за Pro-версию, если у нее практически нет никаких достоинств и плюсов по сравнению с предыдущей версией? И четвертая причина, почему не стоит покупать этот смартфон, это звук и громкость разговорного динамика. Здесь он очень громкий. Если вы скажете, да что здесь плохого, нужно громко, делай громко. Нужно тише, сделай просто-напросто тише. Да, все верно. Но если вы будете на минимальной громкости разговаривать, вы ничего не услышите. Если вы будете добавлять громкости, увеличивать, то будете слышать не только вы, а и все ваше окружение. Соответственно, что не есть хорошо, все окружающие будут хорошо слышать ваш разговор. Соответственно, нет никакой конфиденциальности. Вот, например, сейчас микрофон установлен на расстоянии от самого смартфона и на расстоянии от разговорного динамика. Давайте сделаю 50% громкости. А теперь максимальная громкость. Мышки лишать для вас. Натиснить один. Придеть далее. Два. Прослухать еще раз. Натиснить зирочку. Не знаю, как это было слышно на камеру, но громкость разговорного динамика здесь очень и очень высокая. И зачастую, кажется, когда разговариваешь при максимальной громкости, как будто бы включена громкая связь. Но нет, если включаешь громкую связь, становится еще громче. Намного громче. Хорошо тем, кто работает в шумном помещении или на шумной улице, но плохо тем, кто, например, работает в офисе или разговаривает дома или еще в каком-либо другом помещении, где относительно тихо. В таких помещениях очень хорошо слышно ваш разговор. И пятая причина, почему не стоит покупать этот смартфон, это брак. В моем случае это брак кнопки питания. И хочу сказать, что не расстраивайтесь заранее, так как это единичный случай. И за все это время, сколько я снимал видеоролики и сколько люди не отписывались, отписались только два человека, у которых была идентичная ситуация. В чем заключается брак кнопки? Если хотите более подробно, можете перейти на мой второй канал и посмотреть. Я рассказывал об этом и показывал более подробно. Кнопка питания и кнопка блокировки-разблокировки. Если нажимать в верхней части, она четко нажимается, очень хорошо слышно и щелчок, и четкое нажатие. Если нажимать в центральной части, точно так же все очень хорошо слышно и работает. Но если нажимать ближе к нижней части, то кнопка просто-напросто залипает. Вот как сейчас. Она просто залипла. И смартфон сейчас перезагрузится. И он будет циклически перезагружаться, пока я не поправлю кнопку. Это, конечно, минус, потому что зачастую, если у вас не очень-очень-очень огромная рука, так как смартфон очень большой, вы кладете палец либо нижнюю часть, либо центральную часть кнопки. И очень часто просто-напросто попадаете сюда. Это не единичный случай, и такое случается. И как вы видите, смартфон сейчас пытается загрузиться. Он циклически перезагружается, так как кнопка до сих пор остается нажатой. Но когда я ее немного поправлю, вот так пойдет дальнейшая загрузка смартфона. Ну вот, как вы видите, пошла загрузка MIUI. И эту причину я поставил пятой, а не первой. Просто потому, что это единичный случай. И случай, который был только у меня, и еще у двоих пользователей. И это были все основные причины, почему не стоит покупать смартфон Poco X3 Pro. Ну а вот покупать или нет, дело уже, конечно же, за вами. Главное до покупки владеть информацией об этом смартфоне. А по данному видеоролику у меня, в принципе, все. Если вам это видео чем-то понравилось или было полезным, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал и соцсети. Делитесь этим роликом с друзьями, знакомыми, близкими. Ведь те, кто выбирает себе такой или аналогичный смартфон, это видео может быть интересно и полезно. Но не забывайте, в моем втором канале, там выходит очень много интересных видеороликов об этом смартфоне и многих других. А в большинстве случаев о минусах, особенностях и опыте использования. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч.